Привет, друзья! Очень рада видеть вас на моем канале и очень хочется с вами поделиться своими раскрашенными работами за эту неделю. Как видите, я раскрасила вот такую иллюстрацию в Затерянном океане. Здесь я использовала линеры, взяла такие цвета, которые, как мне кажется, между собой не сильно сочетаются, но в то же время создают контраст. Хотелось, чтобы картинка была контрастной и необычной. Также за эту неделю мне удалось раскрасить вот такую работу в Хане Карлоса. Это «Аватар». Если вы не видели этот фильм, то очень советую посмотреть. Эта девушка мне изначально не сильно нравилась и мне не хотелось ее раскрашивать. А потом, после просмотра второй части этого фильма «Аватар», ко мне пришла идея сделать ее вот такой вот героиней этого фильма «Нейтири». Тогда раскрашивание пошло как по маслу. Мне очень понравилось. Это гуашь-малевич. И цветы вокруг я решила сделать тоже, типа как с планеты этой Пандора, как в «Аватаре». Поэтому я использовала фиолетовые, синие, голубые. Ну и сама девушка мне нравилась, как получилось. Я и дорисовала ушки и косички. Вот это украшение у девушки на лбу я решила оставить. Не стала его закрашивать. Было бы сложно, наверное. Но, в принципе, оно не мешает. Хотя в «Аватаре» такого не было ничего подобного. Но, тем не менее, картинка смотрится симпатично, цельно. Мне нравится то, что получилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вам как, понравилось ли и вообще видели ли вы фильм «Аватар». Еще на этой неделе у меня такая радостная новость. Ко мне приехали маркеры 168 цветов. Я их очень-очень сильно ждала. Это, вообще-то, подарок от моей сестры. Но я сама выбирала его на «Вайлдберрис», а она оплатила. Вообще-то, заказ был сделан 15 декабря и должен был прийти 25 декабря. Но, в итоге, он пришел вот буквально на днях. То есть, и шел где-то месяц. Но, тем не менее, ничего страшного, что запоздал чуть-чуть. Я все равно очень довольна. Так что, это новогодний подарок мой. И я очень хочу протестировать их. Мне не терпится. Сразу скажу, что это маркеры китайские, бюджетные. Тем не менее, я думаю, что даже такими маркерами должно получиться ярко, красиво. Очень-очень не терпится их попробовать в деле. Как видите, здесь вот такие вот наконечники. Один тоненький и один, как он называется, долото. Ну, в общем, сейчас сделаю выкраску и вам обязательно покажу. Итак, вот такая выкраска у меня получилась. Красивые цвета. Могу сказать, что очень даже симпатично, несмотря на то, что они недорогие. Но очень яркие. Помимо основных цветов, там есть еще бесцветный блендер. Маркеры, конечно, полностью протекают на вторую сторону. Но вообще маркеры обычно не всегда прям так сильно протекают. Но эти, они очень влажные, так сказать, полностью просачиваются на другую сторону. И я заметила, пока делала выкраску, такой эффект, немножко неоднородность. Когда рисуешь, например, зеленый квадратик, то выходит какой-то желтый, желтая обводка тоненькая вокруг. Вот. Не знаю, может быть, это пройдет со временем. Может, это из-за того, что они новые. И сразу же я решила раскрасить ими вот такую небольшую иллюстрацию. Как раз у меня есть маленькая книжка Стимпанк, которую я недавно заказывала. Я показывала в своем видео. И получилось довольно неплохо, ярко. Я как раз ждала эти маркеры, чтобы начать эту книгу. Потому что для маркеров, я думаю, она идеально подходит. И вот так вот получилось. В принципе, неплохо. Более подробно свое мнение о них скажу, когда сделаю что-то более масштабное. Я взяла вот такого попугайчика. Это распечатка на бумаге для черчения плотностью 160 грамм. Попугайчика я взяла, потому что в марафоне у Ольги Рани тема попугай. И как раз я решила попробовать маркеры в деле на такой более серьезной работе. И, естественно, показать вам, что получается, чтобы вы непосредственно видели сам процесс. Надеюсь, вам понравится такое видео. Ну, а пока вы смотрите, я немножко поделюсь своими впечатлениями. Пишут маркеры очень ярко. Но когда высыхают, цвет немножечко бледнеет. То есть, когда вот только нарисовали, вроде кажется, что очень-очень ярко. Потом немножко цвет жухнет как бы. Но, в принципе, это нормально. В этом ничего такого нет. Что меня смутило, так это то, что сам корпус маркеров, он прям такой пластиковый, легкий. И сразу видно, что дешевый. Но я надеюсь, что сэкономили они в основном на корпусе, а не на самих маркерах. Сам цвет неплохой. При этом они растекаются по бумаге. И как бы полоса, которую оставляет маркер, она становится жирнее. То есть, очень тяжело попасть в контур, так как маркер расплывается. С одной стороны, это плюс, когда вы смешиваете цвета. Но вот, допустим, когда я делала выкраску, то у меня вот эти квадратики не получились ровными. Они все немножко расплылись за контур. Но плюс в том, что они не сухие, несмотря на то, что целый месяц до меня добирались. Поэтому я надеюсь, что они очень долго прослужат, не будут засыхать. Из плюсов, конечно же, их цена за такое количество цветов. Они очень бюджетные. И цвета сами по себе очень красивые. Мне, в принципе, понравились. О том, что выбрала их в подарок, я о ней чуточки не жалею. Буду и дальше пользоваться. Ну, а вам предлагаю досмотреть процесс раскрашивания этого милого попугайчика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Попугайчика я раскрасила, а фон раскрасила вне камеры. Сейчас покажу итоговый результат. Я приобрела вот такую папочку для распечаток, чтобы они отдельно не валялись, не терялись и так далее. Здесь у меня уже некоторые спечатки, которые я планирую раскрасить. И вот этот попугайчик. Показываю то, что получилось. Фон, в принципе, ничего особенного. Я раскрасила веточки, шишечки. А на фоне у меня просто светло-голубой маркер. То есть, как бы небо. Ничего такого особенного я для фона не стала придумывать. И получилось симпатичненько так. Мне нравится. Маркеры хорошо себя показали. И я распечатала сразу двух попугаев. Но раскрасить успела только одного. А второго, наверное, уже не успею. Ну, посмотрим. Может быть, успею. Но после этого видео. И сюда же, в этот альбомчик, я поместила выкраску. Буду пользоваться ей при раскрашивании. Это очень удобно. И напоследок, в этом видео, хочу показать вам еще одну работу в Затерянном океане, которую я успела, так сказать, перед самыми съемками сделать. Мне нравится, что иллюстраций нераскрашенных здесь остается все меньше и меньше. И я практически подряд раскрашиваю. Вот сделала этого осьминога с рыбами и черепашкой, конечно же. Тут я использовала, можно сказать, один цвет основной. То есть синий, голубой. И еще плюс ручку блестящую гелевую. Тоже такого синего цвета металлического. И получилось симпатично. Фон я не стала делать. Не знаю, может быть, попозже мне придет какое-то вдохновение тут для фона. Но, в принципе, мне и без фона нравится. Довольно симпатично получилось. Так что, по моему челленджу в Затерянном океане, у меня на этой неделе две работы. Но это неплохо, скажу я вам. Потому что тут такая мелкотня. Столько много всего раскрашивать, да, мелкого. Так что результат неплохой. Ну и под конец, может быть, вам интересно поближе посмотреть на эту маркерную выкраску. Как видите, как я и говорила, тут цвета выходят за контур. Но при этом цвета очень даже симпатичные. Ну что же, на этой неделе это все. Большое спасибо вам за просмотры и лайки. Комментарии. Увидимся совсем скоро. Пока!